Волонтеры начинают подготовку к выборам. Порядка 30 добровольцев, работающих в сфере молодежной политики города, будут помогать избирателям на выборах губернатора Тюменской области. С ними встретились специалисты территориальной избирательной комиссии. У нас 13 избирательных участков, но мы считаем, что достаточно было бы по два волонтера на избирательный участок. Еще центр Елена обеспечит избирательные участки спецавтотранспортом. Здесь мы предполагаем, что будет у нас два отдельных волонтера, они специально будут закреплены, дабы была уже непосредственно возможность избирателя из квартиры помочь ему добраться до избирательного участка и назад. Для волонтеров начали проводить занятия и практические тренинги по безопасному сопровождению людей с ограниченными возможностями здоровья. На избирательные участки 10 сентября будут направлены уже подготовленные молодые люди. Запомнилось, что волонтеры во время проведения выборов будут помогать людям с ОВЗ, будут помогать мамочкам с колясками. Напомним, выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября. Сотрудники территориальной избирательной комиссии проводят регулярные информационные встречи с трудовыми коллективами города, где знакомят губкинцев с правилами голосования. Думаю, что до конца августа мы будем постоянно работать с коллективами, потому что необходимо объяснять те избирательные процедуры, которые начнутся у нас в ближайшем будущем. Например, мобильный избиратель о том, что граждане с 26 июля по 6 сентября могут посредством госуслуг через МФЦ, в том числе придя к нам в ТИК, написать заявление о голосовании по местонахождению. Это было очень познавательно и интересно, что даже все могут проголосовать, подать заявки, если уезжают в отпуска, через госуслуги. Кто-то, например, находится в Янау, Хамау или в городе Тюмени, либо Тюменской области. Проголосовать за губернатора Тюменской области могут жители, имеющие постоянную регистрацию на трех субъектах – Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области. Губкинцы смогут проголосовать на 13 избирательных участках, некоторых коснулись изменения. Ранее – школа номер один. Теперь проголосовать можно в детской школе искусств имени Сверидова. Избирательный участок из спортивной школы «Олимп» переедет в Дом культуры «Олимп». И вместо лицея теперь сделать свой выбор можно будет в школе номер 6. Остальные участки остались на прежних местах. Сабина Лемарова, Александр Серебренников. Новости Губкинского.